Здравствуйте, друзья! У вас на экранах гости нашего канала. Зовут Светлана, да? Да, очень приятно всех слышать и видеть. Светлана, в каком городе вы живете, скажите? Я из Беларуси, я живу в Могилеве. Хорошо, давайте что, я на секунду свет побольше сделаю, а то я так чувствую, у меня лицо на половину темно. Итак, Светлана из Могилева отличилась. И я подумал, что надо нам, Светлану, показать зрителю нашего канала, потому что ее пример может вдохновить других людей. Давайте вы пару слов о себе. Скажите, какое у вас образование, чем занимались по жизни? Прозвание у меня техническое. В 1989 году я окончила Могилевский машиностроительный институт по специальности инженер системотехник. После института я работала несколько лет инженером-программистом, что, в общем-то, конечно, сказалось вот теперь уже. Подождите, подождите, инженером-программистом вы на чем? Мы тогда писали, в основном, это была программа для бухгалтерии на FoxPro, это была система управления базовыми данными. Хорошо. Была такая штука. И потом, ну, потом случилось то, что случилось, Советский Союз развалился, началась вся эта катавасия, как 90% поменяли работу, ушли с работы. Это, в общем-то, так и со мной случилось. И с тех пор прошло очень много времени, когда я не занималась программированием. Ну, и вот я занималась торговлей. В принципе, все в продажах много лет. У прилавка стояли, я извиняюсь. Ну, может быть, начиналось из прилавка, потом постепенно это все выросло в небольшой бизнес, который есть у меня и сейчас. Он небольшой такой, это как средство для существования. Меня он устраивал до какого-то определенного времени. Каким образом с вами приключилась вот эта история, что вы вдруг решили стать тестировщиком программного обеспечения? Лет, ну, давно уже, может быть, лет с 10, 8-10 лет назад я уже начала подумывать о том, что хотелось бы, ну, если не вернуться в профессию, ну, то есть куда-то приложить свои силы, потому что то, чем я занималась, ну, немножко, ну, скажем так, не мое. Я искала варианты различные, но однозначно понимала, что вернуться в программирование я уже не смогу. Других вариантов на тот момент я не видела. И потом, несколько лет назад, может быть, 3-4 года назад у нас очень активно стали появляться в интернете статьи по поводу тестирования. Молодые люди, которые имеют совершенно непрофильное образование, вот таким вот образом входят в IT-индустрию, с приличной зарплатой у нас в Белоруссии прилично платят. То есть это не только я по Америке тут бегал с колоколом, а это и в Белоруссии тоже присутствовало. Да, это было, ну, да, около 3-4 лет назад, сейчас точно вам не скажу, но еще такой момент, это все совпало по времени с тем моментом, когда мой ребенок оканчивал школу. Он, у меня сын, он к этому моменту заканчивал школу, и нам нужно было как-то принимать решение. У него не было таких явных склонностей в какую-то область. И, то есть я на все такие статьи, я всегда очень внимательно откликалась, я их читала, то есть меня это интересовало еще с точки зрения ориентации своего сына. Вот, да, то есть где-то это вот, ну, это цепь таких, дальше происходит цепь таких случайностей, которые, в общем-то, трудно уже назвать и случайностями. Вот, значит, ну, с сыном все как-то устроилось, он учится в университете, компьютер-сайенс, все такое. Ну, и я тогда тоже, еще была очень интересная встреча, я, как раз это было тоже то же самое время, еще ребенок был в школе. Я случайно, ну, это совершенно было случайно, встретила своего преподавателя с института. Мы потом работали вместе какое-то время, то есть мы не виделись, ну, лет 25, может быть, 30. И тоже я знала, что он работает, знаю, вернее, что он работает в IT-компании, он уже на пенсии, но тем не менее там работает. И я с ним заговорила тоже на предмет ребенка. А как у вас там? А вот у меня сын. Ну, в общем, мы с ним на эту тему разговаривали. А потом я так обмолвилась, что вот как-то как тестирование, вот если я пойду. А он мне сказал, у тебя получится. И как-то все, да, в общем, это все запало мне так в подсознание, запало до такой степени, что эта встреча была до Нового года, а где-то уже в феврале я уже была на курсах по тестированию. Это какой год-то, прошлый, 17-й? 16-й. Итак, в начале 16-го года вы пошли на курсы. Да, у нас здесь курсы, они как бы не обещают никакого трудоустройства, ничего, но мне нужно было попробовать. Но до этих курсов я уже, конечно, посмотрела ваш курс по тестированию. На русском языке тоже. Да, да, я поняла, что, ну, вроде бы я справляюсь, я как бы не вижу никаких таких непреодолимых препятствий на этом пути. Вот, я пошла на эти курсы, я посмотрела там, ну, там все такое, теории было очень много, практика была. Конечно, но, конечно, никакого трудоустройства никто не гарантировал, никто не обещал. А ребята, которые там учились, вот, что за народ был на курсе? Ну, это были молодые ребята, 25, наверное, 35 лет, разного образования тоже. Но одна девочка, она нашла работу в течение, по-моему, двух или трех недель после этих курсов. А остальные? Ну, в Минске. Сама. А остальные ребята? Остальные я ничего об остальных ребятах не знаю, мы не пересекались больше. Или не так, что вы закончили курс и... И я попробовала искать работу. А резюме откуда взялось? Ну, резюме, это же плод моей фантазии, все, что я смогла. Я написала, попыталась сделать это как-то... Ну, конечно, у меня нет опыта, я никогда не устраивалась на работу, ну, не считая того, что у меня по распределению я работала в институте. В общем, как и все, большинство из нас, я резюме составлять не умела, но как смогла, составила. Пыталась откликаться на вакансии, ну, начнем с того, что вакансии на позицию джуниора практически нет. Их очень мало, действительно, желающих, как всегда, очень много. И со мной никто не разговаривал, мне даже не звонили, то есть мне сразу писали, что работодатель не готов пригласить вас на собеседование. Все-таки как-то отвечали, не игнорировали. Ну, не игнорировали, но очень вежливо, что, извините, нет. И потом, ну, то есть проходило какое-то время, и потом на одной из вакансий, в описании вакансии, была пометка уже человек, который там отправлял это HR, что вот я вчера только разместил это объявление, и мне за сутки на почту пришло 200 резюме на одну вакансию. Это Минск, это Минская компания была. В Могилеве компания тогда не было. То есть вот такого рода была конкуренция. Подождите, это мы сейчас по времени, когда? И... Посмотрите, середина 16-го года? Да, это был 2000... Середина 16-го года, да. Так. Да. Ну, то есть нужен человек с минимальным опытом, но где набраться опыта, нужно идти за опытом. И я зарегистрировалась на Ютест. И надо сказать, что несмотря на то, что проектов на Беларусь практически нет, их, ну, они крайне редко бывают, где-то в течение, по-моему, через месяц или через два там появился небольшой проект. Я в нем поучаствовала, заработала там какие-то денежки. Ну, и как-то... И больше не было никаких приглашений, никаких заявок. Это было лето 2016-го года. Осенью, где-то, по-моему, это сентябрь или октябрь 2016-го года на сайте Software Testing Room есть такой проект, называется «Хомячки». Для людей, у которых нет опыта работы в тестировании, на общественных началах, собирается группа и тестирует вполне реальный продукт. Но попасть в эти группы, наверное, тогда еще поначалу было легче. Сейчас очень сложно, потому что желающих много, проектов тоже мало. Но, тем не менее, мне... Да, это 2016-й год. Мне удалось попасть на один из таких проектов. Это было тестирование моего мобильного приложения. Очень небольшой проект. Но, тем не менее, это был опыт. Ну, то есть вы написали... Так же, обрезюме написали... Параллельно или где-то вот... То есть то, что было на Ютене, то, что было в этих хомячках, вы это все в резюме поддобавляли? Поддобавляла, да. Значит, еще есть такой момент. Может быть, тоже тем людям, которых нет опыта, которым его нужно приобрести. Это тоже будет как один из вариантов. Там же, в этом проекте «Хомячки» нужно зарегистрироваться в чате специальном. То есть там все это несложно. И тогда же, осенью, там открылась стажировка от российской, от московской компании «Лаборатория качества». То есть суть стажировки заключалась в том, что, значит, с утра выкладывалась презентация с домашними заданиями, и до 12, до полуночи домашнее задание нужно было отправить. То есть все желающие. Это был учебный проект или это реально им нужна была помощь какая-то? Нет, это был учебный проект, и на основании результатов этой стажировки они набирали себе людей в компанию. Они искали себе сотрудников таким образом. Удаленных сотрудников? Да, да. Нет, компания работает удаленно, у них все сотрудники работают удаленно. То есть это был вполне реальный шанс найти работу. Я знаю, что люди эту работу там себе нашли. У меня не получилось, я прошла там несколько собеседований, но потом как бы что-то пошло не так. В общем, у меня там не срослось, но тем не менее это был очень хороший опыт. Очень много было надо было делать самостоятельно. Ну, в общем, я бы посоветовала тем, кому этот опыт необходим, потому что этой осенью, я не знаю точно, но была информация о том, что такая стажировка тоже была, и она была уже не две недели, а один месяц. Хочу только уточнить, по времени я пытаюсь просто, так сказать, хронометраж такой. Это уже когда было? Это уже был 17-й год или там... Нет, это все, это осень 16-го года. Это был где-то со средины сентября, где-то так вот точно, до середины декабря. Вот, несколько месяцев. Да, то есть как-то все вместе сложилось. Значит, потом наступил 17-й год, и как-то не было у меня все равно никаких надежд найти работу. Это действительно сложно, конкуренция очень большая. Молодежь, которые и образованные, и умные, и стремятся чего-то добиться, конечно, конкуренция есть, это реальность. Я уточнить хочу, значит, вы, в резюме, у вас там не было автоматизации, там какой-нибудь Python, Java, там, WebDriver, ничего этого не было. То есть чисто ручное тестирование? Нет, чисто ручное тестирование, да. Значит, и в 2017 году, уже с начала года, ну, там были причины, в общем-то, по которым я немножко отложила все вот эти вот изменения в своей жизни, все поиски работы, то есть все как-то отложилось, и отложилось до осени 2017 года. То есть почти год. Да. Один вопрос, только, Светочка, один вопрос. Когда вы резюме свое писали, вы пытались какими-то приемами, там, может быть, немножко не демонстрировать возраст? То есть, скажем, вы писали, что вы закончили институт в 89-м году, или писали, ну, вообще закончила? Нет, там поля для заполнения обязательно, там нужно дату указывать. Окей, то есть они знали, что человек, там, приближаясь к полтиннику, там, такого плана, это было понятно? Это было понятно, да. Конечно. Чтобы кто-то вообще когда-то интересовался тем, что вы после института, там, работали программистом, или это вообще нигде не сыграло никакой роли? Нет, это сыграло роль вот после стажировки в лаборатории качества, потому что то, что у меня есть вот опыт программирования, вот я там прошла тогда несколько собеседований, тестовое задание, в общем-то, да, тогда это имело место быть, и это сыграло роль. Ну, не сработало. Нет, ну, не сработало. Итак, давайте теперь подробнее, так подробнее, итак, осень 17-го года, то есть буквально пару месяцев назад. Да. Когда вы начали снова работу искать? Я не начала искать работу. Это дальше начинается цепь невероятных совпадений и случайностей, которых, в общем, я могу сказать, да, если бы мне в сентябре месяце сказали, что я буду работать вот в этой компании, давайте назовем это так, компания номер один, потому что была, есть еще компания номер два, ну, я бы смеялась. В общем, суть в том, что, ну, у меня достаточно широкий круг знакомых, и однажды по дороге домой со своей приятельницей, ну, она знала о моих вот этих попытках тестирования, попытках найти работу, в чем она была в теме, и она мне рассказывает такую историю, что, Светлана, я встретила свою знакомую, то есть она, я уже цитирую ее, значит, с которой мы не виделись очень много лет, ну, не много лет, но тоже какое-то продолжительное время, вплоть до того, что я даже сомневалась, стоит мне ее окликнуть или нет, узнает ли она меня или нет. Ну, я ее окликнула, наш разговор был ровно, там, минут 5-10, а в котором выяснилось, что, ну, это вот ее приятельница сказала, что у меня полностью изменилась жизнь. И я, то есть моя уже знакомая, говорю, что в тестировщике подалась? Ну, приблизительно, да, был такой разговор, она говорит, да, все именно так. Я пошла на тренинг в одну IT-компанию, окончила этот тренинг, и после него мне предложили работу, и я наслаждаюсь жизнью, наслаждаюсь менеджментом, я, ну, в общем, получаю удовольствие от жизни. На что я, в свою очередь, говорю своей приятельнице, говорю, конечно, вы, да, мы молодые, но она младше меня, я там чуть, ну, около 35-ти. Я говорю, конечно, вам, пожалуйста, все пути открыты. На что мне говорят? Да нет, она не моя ровесница, она намного старше меня. Я говорю, ну, насколько старше? Ну, я точно не знаю, но ей что-то около 45-ти лет. И на что мне моя эта приятельница говорит? Светлана, вы должны попробовать. Тем более, что вот эта ее знакомая сказала, что эта IT-компания открывает набор на новый тренинг. Ну, я здесь, это все в Могилеве или это в Минске? Да, это все в Могилеве. Я просто знаю, что, например, в нашу орбиту попадают люди, которые проходили такой вот тренинг, после которого могут им работать, и в Биллхарде, и в Ипаме, и там еще, может быть, какие-то. То есть вот такого плана, да, мы говорим? Да, 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 да. Ну, в общем-то, это как-то, ну, я не могу сказать, что это вселило в меня какую-то надежду, но раз набирается, идет набор на тренинг, ну, в принципе, ну, что мне стоит зарегистрироваться и подать заявку на этот тренинг? Это бесплатно. Денег не берут. Ну, денег не берут. Ну, там тоже нужно указывать образование, нужно было, ну, в каком году я окончила институт. В общем-то, все эти данные были видны, тоже все знали, сколько можно было вычислить. Ну, в общем, заявку я отправила, и дальше продолжаю жить. Прошло какое-то время, ну, не очень долго, это, может, в течение, там, двух недель. Мне позвонили с тренинга, пригласили на собеседование. Там два собеседования. Первое собеседование на английском языке. И если вы его проходите, вы идете на техническое собеседование. Подождите, подождите, подождите. Про английский мы вообще ничего не говорили. А у вас был какой-то английский? Да, да. Вот это моя приятельница, с которой все это обсуждали. Мы, в общем-то, с ней возвращались с курсов английского языка, потому что я достаточно давно занимаюсь английским языком, получаю удовольствие, ну, для себя лично. Вот. И меня пригласили на собеседование на английском языке. Я абсолютно не волновалась по поводу этого собеседования. Я его прошла, в общем-то, спокойно, без проблем. И мне там же сразу же после этого собеседования назначили время мне на техническое собеседование. То есть в описании тренинга были требования, которые выдвигаются к кандидату в плане технического какого-то образования, технических знаний. Ну, тут я, конечно, почитала. В общем-то, к техническому собеседованию я, в общем-то, готовилась. Техническое собеседование я прошла. Оно было на русском языке. Но мне казалось, что я не совсем удачно его прошла, потому что были несколько вопросов, на которые там была письменная часть и устная. В письменной части мне казалось, что я там вот, вот там и там, ну, были моменты, о которых я не знала, скажем так. Не дотянула, так. Да. Но, в общем, ну, собеседование я прошла, результаты вам сообщат, о результатах вам сообщат. Ну, в общем-то, жизнь продолжается. Жизнь течет своим чередом. Тоже прошло какое-то время, это было непродолжительное время. И мне позвонили и сказали, что вот вы подавали заявку, вы прошли собеседование, как вы насчет того, чтобы посещать наш тренинг. Ну, я была за. Ну, и тут я, в общем-то, поняла, что это реальный шанс начать работу, получить работу, скажем так. И вот здесь вот надо уже понимать, что раз я попала на эти курсы, раз после них реально вполне найти работу. Значит, нужно садиться и учиться. Ничего сложного в этом тренинге не было. Все только, давались только базовые знания, то есть не автоматизации, этот курс даже, они убрали автоматизацию в отдельный курс, ни джавы, ничего не было. База, ручное тестирование, баг-репорты, чек-листы, написание тест-кейсов и все. В общем-то, все вполне по силам освоить. Теорий было достаточно много. Значит, первых несколько занятий было очень много теорий. На следующий день, на следующее занятие – это тест. Опять теория, опять тест. И, то есть, вот эти все тесты, всех нужно было сделать. По-моему, у нас была очень хорошая группа. Сильно. Строго у вас так. Чтобы там, чтобы не сочинально. А если кто-то это не издает, его отсеивают или что с ним? Значит, я не помню сейчас, сколько-то занятий. И после этого количества занятий, по-моему, это было что-то 8-10 занятий, большой тест по теории. И на основании результатов этого теста уже отсеиваются люди. Вот. Но надо сказать, что у нас, я так понимаю, была очень неплохая группа, потому что у нас отсеялся только один человек. А вот эта группа была более возрастая или все-таки молодняк в основном? Нет, было несколько человек-студентов. Вообще ребята-студенты. Ну, молодые, в основном там до 35 лет, скажем так. На 40 только вы вот были? Ну, я была, да. А вот такой вопрос, вот там в Беларуси, в Могилеве конкретно. Если человек там, женщина к полтиннику, она как бы уже в общественном сознании, она уже списанный такой материал? Да. С какого возраста женщина уже как работник списана? 45. А, ну то есть не 38? Нет, нет. В 38 еще есть шансы. Ну, 45 это как-то вот, в зависимости, видимо, зависит от, но... Как только баба-ягодка, опять все? Да. Хорошо. Вот так, на чем мы с вами остановились. На том, что занимались хорошо. И почти никто не отсеивался, и группа была достаточно молодая. Да, группа молодая, но пришлось учиться. То есть теорию нужно было учить, и учить ее, в общем-то, ну, скучно, но нужно. То есть я конкретно сидела, учила, но даже дело не в том, что это нужно было выучить, что нужно было выучить определение, еще что-то. И нужно было понимать, для чего они там. То есть нужно было владеть еще этой информацией, понимать, что ты выучил. У меня есть студенты, которые абсолютно, у них святая уверенность, что если он зазубрил что-то, вот там, что такое там регрессион-тестинг, да? И он тебе выдает формулировку. И ты ему говоришь, а вот тут, а вот тут, а как? Полный провал. И он не понимает, что от него хотят. Он говорит, я же выучил. Ты так смотрю, ты говоришь, а что ты хочешь от меня? Я же все знаю. Нет, ну, конечно, это абсолютно не так. Нужно, может быть, я забегу немножко вперед, потому что по результатам этого тренинга было собеседование. И буквально в самом начале собеседование мне сказали, что давайте, ну, там как бы, ну, собеседование в основном по теории, конечно, было. Ну, то есть, пожалуйста, даже своими словами, не определениями, а то, как вы понимаете это, для чего это. И было очень много вопросов. Вот как вы говорите, а если не так, а если вот так, а что делать, если будет вот такая ситуация? Я хочу сказать, что вам исключительно повезло не только с тем, что вас взяли, и не только с тем, что, ну, как бы, работа там и в городе, не надо никуда ехать и так далее. Вам повезло очень с тем, что вы имели дело с абсолютно разумными и грамотными людьми. То есть, ведь полнож народу, которые сами не знают, что хотят, понимаете, вы имели дело с очень-очень правильными ребятами. Это тоже большое везение. Знаете, попасть к правильным людям, это, боже, ну, мечтать только можно. Привет, привет, передавайте, если что. Хорошо. Ну, действительно, как бы, собеседование было в такой очень дружеской атмосфере. То есть, я не волновалась абсолютно. Нет, у меня был, конечно, до того, как зайти в кабинет какой-то такой нервы. А потом беседа пошла, да, я знаю, там было несколько, два или три момента, где я как бы дала неполный ответ. А потом как-то у нас так беседа развернулась, мы так хорошо, так хорошо поговорили. В общем-то, я после собеседования, я вышла достаточно, как бы, довольная собой после этого собеседования. Во времени, когда, где это мы сейчас по времени, октябрь на январь? Нет, это уже декабрь. Вот, 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 там, пару недель назад. Да, да, это середина декабря. Значит, после, перед собеседованием, мне сразу сказали, что, ну, группа у нас там, по-моему, 14 человек. И для того, чтобы принять какие-то решения, нужно всех собеседовать, провести собеседование со всей группой. И, скорее всего, что все решения будут, ну, Новый год, праздники, что все решения будут до нашего, вот, 7 января, скажем так. То есть, после 7 января будут уже понятно, какие, кто прошел, кто не прошел. То есть, ждите звонка газета той порой. Когда мы вышли после собеседования, мне сказали, ну, вам позвонят на следующей неделе. Ну, я, как бы, понимаю, что 7 января нужно сидеть, ждать спокойно, праздновать, расслабиться и ждать, что будет. А вам, так сам скажешь, вам до Рождества где-нибудь и позвонят, фактически. Да, да. Вот. И параллельно, где-то это было начало декабря, в Могилеве открылась вакансия на джуниора в другой компании, компания номер 2. Ну, у меня и там было несколько требований, техническое образование плюс оконченные курсы по тестированию, организованные IT-компании. Слушай, очень разумно все так. Да, и базовые знания, больше я так не понял, ну, английский. Английский у нас в Беларуси, он востребован везде, то есть без английского очень сложно найти работу, особенно, ну, скажем так, если молодой парень или девушка, они, конечно, с определенным каким-то уровнем могут найти работу. Ну, для меня, мой вот хороший английский, это, конечно, плюс. Слушай, ты как времена меняешься, правда? Да. Хорошо. Очень хорошо. Вот, то есть, да, вплоть до того, что вот это второе резюме в компанию номер 2, вернее, не резюме, извините, объявление вакансии, оно, в принципе, было написано на английском языке. И прям под вас, фактически. Да, то есть я тут быстренько собрала все, что у меня было на русском языке, все это написала на английском языке и откликнулась на эту вакансию. Мне перезвонили через пару дней, девушка HR со мной поговорила тоже, ну, вот выяснила, что, как, к чему. Ну, там-то тоже, там и фотография была в этом резюме, и возраст, там тоже все было ясно и понятно. Ну, и она сказала, что она поговорит с менеджерами, расскажет им все, что она узнала в устной беседе, в добавлении к тому, что написано в резюме, и в любом случае она мне позвонит, да или нет, согласятся ли дальше со мной, ну, собеседоваться, либо нет. Значит, прошло время, и это было в четверг, это, по-моему, было 27 или 28, 27 декабря мне назначили собеседование. В компании номер два. Прямо под Новый год, мама. Это было несколько иное собеседование, там не столько было теории, ну, теория, так, конечно, тоже была, но она была в преломлении на практику. Вот что вы будете делать вот в этой ситуации, а что вы будете делать тогда, а что вы будете тестировать, если у вас большой объем работы, а времени нету в первую очередь? Ну, такие вполне разумные вопросы. Я только хочу рассказать, к этому моменту звонок-таки был из первой компании, и все еще не было? Еще не было? Нет, нет, еще не было звонка. То, что мы не ели, я думаю, где-то уже там. Нет, 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 звонка не еще, на тот момент звонка не было. И более того, когда в первой нашей беседе с HR-компанией номер два, значит, поскольку требования окончены курсы IT-компании, я ей сказала, что курсы еще продолжаются, то есть она звонила мне в тот момент, когда я еще не, были курсы не окончены. Там было буквально оставалось одно или два занятия. И я сказала, что вот курсы еще не заканчиваются, и, ну, компаний у нас в Могилеве, наверное, их много, но друг друга знают. Вот, и, соответственно, когда я пришла на собеседование, тоже у меня был вопрос, а что вы будете делать, если вот и так компания номер один, и компания номер два, то есть мы вам предложат, как вы будете выбирать? Ну, я посмеялась, я сказала, что я в такие чудеса, даже перед Новым годом не верю, что я могу получить сразу два предложения, но все-таки что вы будете делать? Ну, я честно им и ответила, кто первый позвонит, я туда и пойду. Знаешь, а кто первый в дверь войдет, за того саму пойдешь. Да, да, да. Значит, ну, меня поблагодарили и сказали, что обычно они берут неделю на принятие решения. Ну, да, то есть до Рождества опять-таки Новый год, праздники, все, живем дальше. На следующий день мне позвонили с компанией номер один и предложили начать карьеру в их компании. А что, Светлана, готовы ли вы? Да, я готова. Значит, 3-го числа, пожалуйста, с документами, приходите к нам оформляться. Ну, вы пришли, оформились? Конечно. Я оформилась его 3-го, 4-го, 5-го. Вот, в общем-то, прошло всю эту неделю я уже была на работе. Подождите, так, а те, которые номер два? Ну, номер два я позвонила и сказала, что спасибо, не тратьте, пожалуйста, время на рассмотрение моей кандидатуры. Меня пригласили в компанию номер один. Вот. Ну, тут тоже как-то я не очень поняла ситуацию, потому что все случилось у них очень. Кроме меня из группы еще никого не взяли. То есть, из нашей группы, которая тренинг, я там сейчас одна, пока одна. А компания большая? Вообще народу много там? Ну, да, большая компания. Ну, все приходят оформляться к HR-ам в наш офис. И, соответственно, ну, вот приходят ребята после тренинга, которые Java и автоматизаторы, там, как бы, много людей. Наших никого не вижу пока. Ну, я спрашивала, что мне сказали, что вы одна, пока вас срочно взяли в срочном порядке. В общем, какая там уж такая срочность, ну, я не знаю. Ну, честно говоря, я не знаю, ну, и ладно. А у вас есть такие внутри? Я понимаю, что вы там три дня всего отработали, там, два, да? Третьего, четвертого, пятого три дня вы отработали. Да. И, ну, о планах, может быть, творческих там, да вы хотите автоматизацию удвинуть? Да. Я и говорила, я, по-моему, не помню, на каком, на котором, то есть, собеседование, речь об этом шла. Я, да, я, наверное, в эту сторону буду двигаться. Ну, хочется, а как получится, пока, вы знаете, я три месяца назад не думала, что я работать-то буду, а тут... Знаете, вы так сейчас поработаете, пару лет вас там будут, какой-нибудь там американский офис переведут? У них есть в США? Да. Вот, видите, как-то, просто смотришь там, бах, и вообще... А вы семейная, свободная, как вы? Ну, у меня сын учится, живет отдельно, я не замужем. Слушайте, так вы, просто у вас, господи, вы прямо созданы, это по-английски говорят. Так что, что же, вы не теряйтесь. Я сделаю все. Ну, дело в том, что я теперь понимаю уже, как бы, я это и раньше никогда, у меня всегда стакан наполовину полон. Ну, и теперь я понимаю, что, возможно, все... Вопрос. Пока вы шли к этому ко всему, начиная буквально, вот, может быть, с того момента, когда вы подумали, что я еще, как бы, когда вы начали, что я еще когда-нибудь вернулась в профессию, там, когда вы слушали наш курс, там, записанный и так далее, в это время среди людей, которые вокруг вас, и вы говорили, что у вас много знакомых, у вас, это такая социальная, такая, social, да? Вам не говорили, куда ты прешь, посмотри на себя, да с чего ты вдруг, вот, было такое? Нет. Во-первых, об этом надо, наверное, сказать, что нет, у меня таких знакомых, ну, вероятно, они есть, но они были не в курсе моих вот этих вот попыток что-то изменить, потому что даже о том, что я попала на этот тренинг, знала, знал мой сын, и знала еще два человека. Даже не знали. Сын поддерживал. Ну, он вообще, честно говоря, он считает, что все мамы так делают, поэтому для него это норма, что его мама тут готова. Ну, он действительно, а когда меня взяли на работу, я ему прислала смс, что вот мне пришло предложение, ну, я теперь крутая мама. Вот, то есть сын, да, и две мои подруги, которые об этом знали, которые действительно меня поддерживали, и надо сказать им большое спасибо за это, потому что, ну, надо признаться, это так, что иногда ты теряешь надежду, иногда ты думаешь, что у тебя ничего не получится. Ну, это естественный процесс, но, тем не менее, вот такая поддержка, она нужна. То есть в вашем кругу общения просто практически нет негативных людей, или вы просто как-то так вот не афишировали, чтобы не нарваться? Я вот эту часть я не афишировала, потом я уже рассказала своему вот близкому кругу, но надо сказать, что все за меня рады. Все, одна подруга сказала, ну, слава богу, теперь я знаю, что в 50 лет жизнь только начинается. Вот, никто, и даже мои родители, они в меня поверили, когда я объявила им, что я вот выхожу на работу. Ну, отец сказал, разберешься. В общем-то, никто. Брат тоже. Нет, я ни от кого. Вот сейчас я ни от кого никакого негатива не ощущаю, и раньше такого тоже не было. Может быть, кто-то про себя что-то и думал, но вслух это никогда не озвучивалось. Ну, это очень здорово. Масса людей есть, которые не начали ничего в жизни, в частности, потому что вокруг было очень негативно, или они начали и бросили, потому что все говорят, куда ты, что ты, чего ты. В Америке то же самое, полно этого всего. Поэтому здорово, я вот так вас слушаю, да, надо же, держите так вот, может, в Могилевском-то ехать всем, по-детям. В каком возрасте наступает пенсия в Беларуси? Пенсионный возраст сейчас повышается. По-моему, с этого года женщина уходит на пенсию в 56 лет. А вообще до 2020 года – 58. В 58. Ага, не как у нас тут 65. То есть, хорошо. А было 55. Как в СССР было 55 для женщин. Ну что, ну вы так не рветесь на покой-то, я смотрю. Нет, я не готова еще огурцы с помидорами на даче выращивать. А где-то бы внуки были, например. Ну, наверное, все равно я бы еще как-то, наверное, я не готова морально. Такой вопрос. Вот этот джуниор-тест, тестировщик, в смысле, в денежном выражении. Я понимаю, что для вас сейчас существенно не деньги, а некий прорыв, так сказать, по жизни. Но, в принципе, это деньги, на которые жить можно? В принципе, да. В том, что опять, ввиду исключительности какой-то ситуации, меня взяли на проект. Потому что сейчас у меня одна сумма к оплате. С 15, по-моему, со средины января начинается проект, и меня уже берут в проект. И эта сумма вырастает практически в два раза. То есть вы фактически сейчас, как бы, такой стажер такой, да, через две недели проект. Но это сумма, на которой жить можно. Вот можно с ним, допустим, снял жилье, там, на еду хватило, там, не знаю. Нет, снял жилье, наверное, не хватит. Но у меня такой проблемы нет. Есть какой-то установленный минимум зарплаты по стране? Официальный минимум? Да, с этого года есть, да. Это, по-моему... Относительно минимум? Ну, это выше. Два минимума, три минимума, пять дней? Нет. Ну, где-то, где-то, может быть, в два раза вот так. Больше минимума. Вот это немного. Это действительно, в принципе, не большая сумма, но учитывая... Да, но учитывая тот факт, что, как бы, жилье у меня есть, там, машина есть, мне нужно только на жизнь. И я прекрасно понимаю, что... Мне действительно вообще речь о сумме... Я на эту тему вообще не загадывала. То есть у меня была цель получить эту позицию. Я же не для вас, я для зрителей, для наших, которые смотрят. И понятно, что вам... Для вас это в охотку все. Вот я имею в виду, что люди, которые нас смотрят и думают, там, может и мне, оно того стоит, зачем это... Вот, знаете, вот, они взвешивают, как бы, на разных чашечках. Да, есть такой момент. Да, 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 я поняла, о чем вы говорите. Можно я сейчас вот на этот вопрос, да, отвечу? Что это действительно, это серьезный вопрос. И люди, которые решат серьезно, кардинально поменять, имея хорошую работу, но что-то их там не устраивает с приличной зарплатой, они должны понимать, что они пойдут на зарплату, ну, вдвое ниже, скажем так. Ну, если приличная, поэтому и не нужно ничего менять. Может быть и так, да. Поэтому зарплата действительно небольшая будет. С точки зрения, как вам сказать, атмосферы в коллективе, да, вот, что у нас называется work environment, я понимаю, что там, с одной стороны, может быть, они там все молоденькие, я помню, я в 36 лет, где бы не работал, они все моложе меня были, кроме там совсем начальства большого, но, но, тем не менее, вот, отношения, как бы легкость, улыбка, доброжелательность, вот это все присутствует. Да, все очень легко, там какие-то, было там у меня один, несколько вопросов, то есть мне все помогали, никаких проблем, ни у кого это не в тягость. Очень легко, очень свободно, ну, я получаю удовольствие. Можно сказать, что мир айтишников, вот, то есть, когда ты работаешь в айтишной компании, такой, наверное, у них еще заказчики из-за рубежа, правда? Да. Проекты иностранные. Вот этот мир, он как-то сильно отличается от других, как бы, производственных таких вот атлантир. Он отличается кардинально, он так лицует буквально на 180 градусов. Я, конечно, не работала, у меня нет опыта работы в государственных структурах, то есть я не работала, но я очень много наслышана. И я могу сказать точно, что вот эта вот дама, на которую-то я тоже равнялась, которая после тренинга получила работу, она ушла оттуда со своей работы. Она занимала, в общем-то, достаточно, тоже хорошую, я так понимаю, позицию. Честно говоря, я не знаю даже, как ее зовут и не знаю, как она выглядит. Но ее пример, надо сказать, был мне примером. То есть я, в общем-то, поняла, что это интервью нужно записать тоже для людей. Может быть, для кого-то будет такая же поддержка, как вот с ее... Она даже не знала об этом и не знает до сих пор. Вот, и в том числе... То есть она пошла искать работу и пришла в эту компанию, потеряв зарплату. Но система менеджмента, система отношений, взаимоотношений в коллективе несопоставимо другая в лучшую сторону. Хорошо, я сейчас буду в роли Василия Ивановича, который с Петькой разговаривает. Я говорю, вот вы когда на курсах там учились, на одних, на других, они там про нас знают? Там Портнов, Компьютер, Кул? Да, 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 знают. А что говорят? В курсе и смотрят. Хорошо, как говорят. Да. Нет никакого, никто никакого негатива проявлял. Ну, мам, я проявлял. Нет, нет, нет. Вы еще не сказали, я думаю, надо спросить. Ну что же, хорошо, Светлана, спасибо большое. Давайте, у вас уже там время, небось, такое позднее. Давайте я вас поблагодарю. И если кто-то захочет с вами как-то списаться, может быть, да, по имейлу, например, или там в личку Ютуба написать, это как бы нормально, вы не против там? Да, да, я не против. Если кому-то нужна моральная поддержка в моем лице, пожалуйста. Тогда знаете, что давайте сделаем? Через пару часов это видео будет уже висеть. Так, ну мне нужно некоторое время, чтобы его сделать, вы, наверное, уже спать будете. Но вы когда с утречка проснетесь, вы приходите и там в комментариях поотвечайте. И, во-первых, там будет ваш Ютуб-адрес, значит, будет понятно. Во-вторых, ну, может быть, имейл дадите там кому-то, кто спрашивать будет. В общем, не бросайте эту тему, потому что мы, собственно, сделали это для того, чтобы чья-то жизнь, может быть, изменилась. Я когда в завершение темы, я хочу сказать, что иногда мне приходится с кем-нибудь дискуссии всякие вести. И там не всегда простые, даже с супругой вот. И когда уже наезжают на меня сильно, и я говорю, знаешь, вот ты такой молодец, все у тебя хорошо. Сколько ты, сколько людей есть на свете, чью жизнь ты кардинально изменил? Ты, вот с твоей помощью, с твоим активным, как бы, стремлением это сделать. Сколько есть людей, которые скажут, что благодаря тебе их жизнь кардинально изменилась к лучшему? Ничего нет. Пусто. Понимаете? Поэтому я просто к чему рассказываю, что, конечно, свои ценности у всех. Я не знаю, там, у кого сколько домов, бриллиантов, там, я не знаю, по-разному люди оценивают свою жизнь. Но если вот кто-то посмотрит это видео, и, допустим, пару человек, кардинально у них жизнь изменится, понимаете, у вас уже на вашем личном счету появится кое-чего. Правда? Вот. Поэтому прятаться не будем, а так будем помогать. Хорошо? Ладно, Света, может быть, вы хотите пару слов сказать кому-то, вот, кто вас знает, я не знаю, там. А как вы еще на канал к нам попали? А просто с тех видео, да? Да, конечно. То есть, когда я в гугле забила тестирование, сразу вышла на ваш канал, на вашу школу. А вы знаете людей, которые нас еще, которые бы нас смотрели? Не знаю. Ну, я знаю, как бы, вот, ну, нет, я поделилась со своей вот приятельницей, которая была, как бы, так, моей моральной поддержкой, вот, на моем пути в тестирование. Тоже, а, ну, я сбрасывала пару видео, по-моему, ваших брату своему, когда он менял работу, сыну показывала тоже. Ну, они как-то так, только то, что касается поиска работы. Хорошо. Смотри. Ладно. Светочка, значит, еще раз, мы с вами давайте прощаемся. Вы так помажете, так вот, ручкой, значит, нашим зрителям. И я надеюсь, что мы с вами не прощаемся, а вы по мере того, как будут в жизни изменения проходить, вы нам расскажете. Ладно? Я лично чувствую, что вы не только в карьерном плане двинетесь куда-то. Я чувствую, у вас и личная жизнь должна измениться. Такое у меня, такое у меня чувство. Но вы не против изменения? Нет, я не против. Еще, когда человек не против. Я теперь за, за все. Спасибо вам. Ладно, счастливо.